В Самаре тестируют разработку, которая призвана защитить птиц от удара током. Линии электропередач сломали крылья и прервали полет сотням пернатых. Благо цивилизации встает на воздушном пути и обитающем в регионе краснокнижным хищником. Как расправить орлиные крылья, увидел Владислав Жирнов. Размах крыла орла-могильника достигает более двух метров. Прервать полет этой величественной и гордой птицы в природе мало кому под силу. Но именно из-за своих размеров орел совершенно беззащитен перед линиями электропередач. Орлы живут в степи и стараются использовать для обзора максимально высокие точки. То есть до появления ЛЭП это были могильные курганы. Отсюда пошло название могильники орлы. Сейчас они садятся на максимум высоты, соответственно это ЛЭП. Там их током убивает. Могильники задевают крылом провода ЛЭП и погибают от короткого замыкания в полном соответствии с законами физики. Отечественные орнитологи называют различные цифры, но в любом случае счет погибшим птицам идет не на единицы, а сотни и даже тысячи. Так достижение человеческого разума обернулось трагедией для природы. Но тот же разум спешит на помощь краснокнижным пернатам. Птицезащитные устройства мешают крупным птицам садиться на линии электропередач. Одна из таких конструкций сейчас тестируется в Самарском зоопарке. Новизна данного устройства состоит в том, что оно применяется именно на линиях 10 кВт, которые являются самыми опасными для птиц. Так как здесь очень много возможностей для птицы попасть под короткое замыкание. Специалисты Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук говорят, что пока ничего более эффективного для сохранения крупных пернатых оттока не придумано. У нас линии есть параллельные, где нет птицезащитных устройств, где установлены птицезащитные устройства. То есть опыты контролей мы сравнивали. Но предыдущие испытания показали, что гибель птиц в разы снижается, где-то на порядок примерно, в результате установки вот этих птицезащитных средств. Птицезащитные устройства должны уберечь от гиблии орла-могильника, орла-белохвоста, воронов, крупных сов, в том числе, например, редкого для региона Филина. Эта антиприсадная птицезащитная конструкция находится в вольере у орлов-могильников, потому что, по словам сотрудников Самарского зоопарка, эти птицы быстрее всего адаптируются к изменениям в своем личном пространстве. Модель экспериментальная. Находиться она здесь будет 3-4 месяца. В случае положительного результата она будет внедрена на практике. Владислав Жирнов, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Новости губернии.